День рождения корабля отметили на Балаковском судоремонтном заводе. В нашем регионе это первый построенный теплоход за многолетний перерыв. В прошлом году предприятие приступило к развитию нового производственного сегмента строительству судов класса «Река-море». За спуском судна на воду наблюдала наша съемочная группа. На судостроительной верфи Балаковского завода красуется новый теплоход класса «Река-море». Конструировать его закончили в октябре нынешнего года. Было задействовано порядка, наверное, около 100 человек. Непосредственно строительством занималось в основном 90-95%. Это украинские строители, которые выполняли работы, связанные именно с корпусными работами. Ну а на нашем предприятии строительство такого масштаба было, конечно, сделано впервые. Пока на сухогрузе не установлены главный двигатель, электротехническое оборудование и противопожарная система. Его внутреннее оснащение будет закончено ближе к лету. Всю зиму теплоход «Единый» будет стоять здесь, на Балаковском судостроительном заводе. А уже летом следующего года судно пройдет ходовые испытания и будет передано заказчику. Это первое судно, построенное на заводе после многолетнего перерыва в производстве подобной техники. За почти вековую историю Балаковский завод неоднократно реконструировался. И лишь в прошлом году здесь приступили к строительству судов класса река Мори. По словам губернатора, этот заказ дал толчок развитию судостроения в регионе. На Балаковском заводе возрождаются традиции судостроительства, прерванные на 30 лет. И не просто возрождаются. На смену баржам и буксирам 80-х приходят современные универсальные суда, благодаря которым важнейшая транспортная артерия – река Волга – сохраняет статус порта пяти морей. А регион завершает формирование кластера транспортного машиностроения. Модернизация и техническое переоснащение завода продолжается. В этом году руководством предприятий на перевооружение было направлено более трех миллионов рублей. Сейчас Балаковский судостроительный судоремонтный завод вышел на новый уровень и стал конкурентоспособным. Мы можем строить и военные теплоходы, мы можем строить много разных теплоходов для нашей великой Родины. И мы очень хотим, чтобы вы о нас рассказали, и чтобы вы нам помогли найти еще больше работы. Это, наверное, единственная, но самая большая просьба от меня и от присутствующего коллектива «Квадос». Новый корабль осветил священнослужителей. Согласно морской традиции, а борт судна разбили бутылку шампанского, горлышко которой будут хранить на корабле как реликвию. После проведения всех церемоний судно было спущено на воду. Планируется, что курсировать оно будет по северному пути.